Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дорогие ветераны, осталось немногим более 6 месяцев до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из этапов подготовки к этому событию является празднование 78-й годовщины битвы под Москвой и Дня Героев Отечества. Пророком к победе была безусловная битва под Москвой. Один из рублей по защите Москвы проходил на Ломневском направлении. Здесь находился максимально приближенный к столице участок. Ожесточенные бои здесь 29 ноября по 8 декабря 1941 года вынесли основополагающий вклад в защиту Москвы. Учитывая огромное историческое, морально-нравственное и патриотическое значение этих событий, Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Московским городским советом ветеранов сегодня проводится акция «Дороги Победы». Слово предоставляется председателю комиссии по выговорящему памяти защитников Отечества Совета ветеранов Северного округа Мальцеву Виталию Васильевичу. Дорогие друзья, ну вы в течение, как мы ехали на автобусе, нам экскурсовод примерно рассказал, зачем мы едем в Ломнев. Действительно, в эти дни мы вспоминаем нашу историю. Историю о том, что 22 июня началась Великая Отечественная война. Это памятная дата для всех людей всего мира. Было очень тяжело. Были сражения. Было сельское сражение, вяземское сражение. Но из-за того, что было неравенство сил и средств, и Красная Армия должна была отступать. Отступала практически до стен Москвы. Но и стар, и млад стали на защиту нашей столицы. Более 160 человек, забитых за Москву и окрестностями, стали героями Советского Союза. Очень много рубежей вокруг Москвы. Мы вот своим заместителем вчера посмотрели. Действительно, около примерно сотни памятных мест вокруг нашей столицы. Но нам, комитет общественных связей, предоставил возможность выбора для нас в северное направление. 7 ноября мы присутствовали, некоторые из присутствующих здесь, мы были на Переменовских высотах. И это действительно уникальное было событие, когда также кровью полетая земля сделала натиск врага. Так же и здесь, вход перед нами в памятник, зенитка. Зенитка, я понимаю, как человек военный, от слова «зенит» это смотреть в небо, стрелять по самолетам для средств ПВО было предназначено. Но в результате того, что было техники мало, зенитку переоборотывали средства для противотанкового нападения. Против танков. И вот есть такой фильм у твоего порога, изданный и созданный в 1960-1960 году. Там я сам показан, как все это расскажу. Эльний большой, в сегодняшний час, в следующий год. Но вот показан, как дебют распрутиться. Орудия, если к дебюту, так даже проект, аспонатировал, расчетом, прибыли, баку, баку, бюджетом. Аплодисменты, аспонатировал, расчетом, прибыли, баку, 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 баку. Охранять Москву. И действительно, в конце показано, правда, в фильме, что остался один только командир живой, и то ранен. И уже ему последний снаряд подала женщина-жительница этого дома. Действительно, очень большое событие прошло на этом рубеже. И оно достойно нашему вниманию. Не зря здесь, конечно, посредине Лобни установлен этот памятник. Местный поэт и злобник написал небольшие стихи. Я постараюсь вам их сейчас записать. Полни чудовища с крестами на броне. Звериной злобу и они рвались к столице. Через рубеж на нашей стороне. Последний. И об этом знали фрицы. Уверенно, закованная в сталь, Лавина двигалась, снарядов не жалея. Водители смотрели жадно вдаль. Но до пути их стала батарея. Кровавый бой, бесстрашие сердец, Ничем не защищенных против стали. Врагов остановили, наконец. Сердца героев и машины стали. Рубеж с тех пор на Лобне, как рубец. Немало на Руси таких отметин. Теперь они слились в один венец. Он вечной памятью и славой людям светит. Сегодня мы приехали в подмосковную Лобню. Город воинской доблести. К памятнику воинам-зенитщикам. 1 декабря 1941 года на развилке Рогачевского-Вукинского шоссе захлебнулась последняя попытка фашистских войск прорвать оборону Москвы. Позиции здесь удерживали воины 13-й батареи. Под командованием военного техника 2-го ранга Ивана Жавранкова. Два зенитных орудия этой батареи, расположенные по обе стороны Рогачевского шоссе, стойко отражали атаки гитлеровцев, уничтожив 6 танков и сотни фашистов. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов городского округа Лобня, Невскому Александру Витальевичу. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я действительно вот уже месяц как председатель Совета ветеранов войны, труда дружеников тыла. Сами понимаете, я не участвовал в войне, мне 61 год. Но меня избрали, почему? Потому что в нашем городе эта организация организовывалась 47 лет назад. Почти тысячи участников войны было Лобней. Город был в три раза меньше 47 лет назад. Я хочу подать никому в подлежу, чтобы общаться получше. А участников войны было почти тысячи человек. И когда было, а сейчас, я даже не могу сказать, 50 или сколько человек осталось участников войны, потому что за две недели меня похоронил родитель. Что это сейчас? Среди скорости, все здесь все. А мы четвертые. Я просил подойти еще, там, участник ездил, но хотел обещал, и стараюсь, но, по-моему, он не придет, потому что мы 90, 90 плюс. 90 плюс. Поэтому, значит, вот я, я разглавляю организацию Лобней, и смысл моей работы. Очень помогать им всем. Помогать, ну, и встречать гостей. Я очень рад вас видеть. По многим причинам. Во-первых, вы приехали в нужное место, в нужное время. У нас, действительно, вот эти дни такие, уловни праздничные, и считаем это праздником, как начало, вот это наступление отсюда. Мемцы вообще, как бы, переложили все, вот это наступление шло-шло, и вот оно произошло, и отсюда уже прошло передачу в сторону Берлина. Я рад вас видеть еще и потому, что, вы знаете, значит, я хочу немножко вам походе рассказать, что тут, какой тут ад творился. И, несмотря на то, что вот здесь перелом произошел, я ад творился, Лобня десятилетиями, она, значит, вот, вот здесь Волгоград, Сталинград, там, вот здесь Курская бедва, а Лобни, как бы, нет. Знаете, почему ее нет? Потому что 20-я армия была, а командовал где? Ласов такой. Понимаете? И тут вот, почему умалчивалось все десятилетия? Потому что мы победили, 20-я армия победила. Получается, Ласов, что победил. Вот что получается. Те, кто погибал, они ничего не виноваты, да? Причем, Ласов, вот мы сейчас, мы очень много занимаемся эти наши свои истории, да? И, значит, вот сейчас там коллеги мои проверяют информацию, что на самом деле в эти дни «Минерал Ласов», он просто дился, и он находился в... На Ленинградке есть гостиница «Советская», знаете, там, для романа, да? Вот. Он там находился, он поправлялся, холодно было, ужасно, не как сейчас, ужасно холодно. И говорят, что в это время у него был роман с медсестрой там. Но, понимаете, то есть, вот она история, вот она жизнь какая, да? Поэтому, вроде бы, но... Я очень рад, что последние лет 10-15, ну, отброшено вот это все, не нужное, а самое главное, что здесь ужас, что было. Ласов, не Ласов, стал предателем, не стал предателем, занимался там с медсестрой сексом, не занимался. Это неважно. Главное, что здесь, значит, немцы хотели действительно, значит, захватить Москву, как было дело чуть-чуть пораньше. Они вроде по Ленинградке ломанули сначала, да? И там вот в районе Черной Грязи, ну, все, запрекуньтесь они там. И тут Рогачевка, да? Рогачевское шоссе идет. Значит, план какой, ***. Значит, вот отсюда 400 шагов и Савеловская железная дорога. Там еще 2 километра и Дмитровка. Ну, вот так вот, да? Вроде как, значит, по импсу, что здесь можно проскочить. И они из леса вот оттуда по Рогачевке, сюда Красная Поляна, слышали, да? Значит, Лубни, это был маленький поселочек, вот здесь, вот, в Астанции, ничего, города этого фактически не было. А был Краснополянский район, который, представляете, Краснополянский район от Дегунина, вот туда, полмитровского района, вот такой Краснополяна, это был такой очень крупный центр. И они, конечно, на него сразу, естественно, вышли с Астанчевки, его захватили. Его захватили. Значит, но, значит, там, собственно, особенно никто не оборудовался, а здесь вот, где эти новые дома стоят, здесь, вот там, вот уже ближе, после новых домов, вот еще остался противотанковый Рог, уже не один месяц женщины рыли этот Рог, он 4 на 4 на 4, такой был Рог. То есть, готовились, конкретно готовились, значит, просчитали, что сюда должны романуть, да? И вот перекрыли, перерыли Рогачевку, и все, и куда вот, там, на крамзаводах, так называемого нашего, все перерыли. И вот, значит, с 29-го там и началось. То есть, они на Красной Поляне осели немцы, все, там, значит, старые попричные дома были, особенно так называемые 105-е, на нашем Жарковье, чем 105-е, уже никто не знает, это такой типичные стены, они на чердаке, здесь было поле, даже лесов не было, просто были колхозные поля. И они установили там, значит, пулеметы свои, и после этого пошло наступление. Танки за танками бегут автоматчики. И вот началось, значит, одна атака там, с 29-го, 30-го, 1-го, значит, наши, значит, здесь несколько было зениток, да, они зенитки, а их направили, где взять орудие, значит, не было орудия, и начало отмечать. Атака отсюда, отсюда. В это время, конечно, командование, я же не знаю, кто там, Ласов, потом Жуков, включился, может быть, лично сам Сталин, потому что, ну, все, вот она Москва, на самом деле. Если они провалили бы здесь, дальше бы, вперед только. поэтому в это время уже из Сибири, там, из Средней Азии шли целые эшелоны, именно сюда они шли, эшелоны. Вот станция, через 100 метров, повторяю, да, значит, вот, теплушки эти открываются, да, и, значит, да, они в муховиках наши, с лыжами, а снег уже рассказывают, значит, уже было не как сейчас. и вперед, за родину за Сталина, и вот на это больно, то есть оттуда, а наши отсюда, а оттуда немецкие автоматчики, как зайцы, они с поезда, они еще, они ехали там, месяц там уже с этой Сибири, да, они, ошалевшие от этих теплушек, от этой езды, вот, за родину их вот тут, и тут, ложили, ложили, а новые шоу подходят, и вперед, они оттуда, а немцы оттуда, со своими, оттуда, смотрите, акт какой тут, несколько дней, то есть здесь, до родина за Сталина, оттуда из леса, с Красной Поляной, наши отсюда, те автоматчики выкашивают наши, значит, те 23 танка, значит, и вот перелом на этот момент, действительно, 23 танка, сначала там несколько танков вышли, один или два подбега, я еще не помню, но это, говорят, типа разведка была танковая такая, попробуем, значит, да, там, крепились они, значит, когда, смотрите, 23 танка, я помню, в Адми, там, один десантный, там, ВМД, машина десантная, вот она летит, ну, честно, страшно, потому что, да, я говорю, сейчас, 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 все, я услышал, Татьяна Анатольевна, я услышал, буду заканчивать, я просто к тому, чтобы вы поняли, как нам было досадно, здесь на квадратном метре, я не знаю, где больше крови пролито, в Сталинграде, а вот в Лубне, на квадратном метре, все это было сконцентрировано, Сталинград он большой, и вот здесь трупы умерли, две тысячи говорят, пять тысяч, шесть тысяч, а, никто это не сказал, потому что потом пошло, сверху замегло, немцы наши, все, все перемешивали, и, значит, помощь моей жены, когда пришел в банк, и стала подтаивать, прегревать солнце, всех женщин мобилизовали, и на самках, там, вот, как это, Василий, Василий, там, кто-то копал, кто-то возил, просто вот, смрад этот, значит, который здесь поднялся, ну, а, вот, другого слова я не нахожу, а, ну, сейчас, сейчас, еще раз говорю, значит, я рад, что вчера были, с Либерой, сегодня, вы и завтра, у нас основные праздники, потом, потом еще восьмого, будет, сейчас, страна стала узнавать про Лубы, я рад вас видеть, на самом деле, и вы, значит, Татьяна Анатольевна, меня сдерживает, но я хочу, это вот эти слова, я думаю, что вы потом кому-то расскажете, может быть, захочется летом приехать, когда здесь действительно, ну, красиво, не так сурово, как сейчас, еще приехать, здесь у нас очень много, кроме этого, очень много братских могил, они все, в общем-то, ухоженные, значит, посчитаны, с фамилиями, вообще, для нас это предмет хорости, все это дело, и, вот, куда вы попали, вот я, что вы это почувствовали, я еще раз рад вас видеть, и буду рад вас видеть, еще, здесь вот. Я думаю, будем дружить, да, ветеранскими советами, мы все помним, и гордимся, участниками обороны Москвы, солдатами, и военачальниками, которые, не щадя жизни своей, стояли, нас вы, на подступах в столице, вы, и ваши товарищи, не жалея сил и жизни, дали, суровый отбор с фашистским полчищем, мы пришли сегодня к мемориальному комплексу, чтобы возложить цветы, и поклониться тем, кто в своей жизни отстоял Москву, столицу Отечества, и возложит цветы. Цветы возлагают председатель комиссии, по мгновечению памяти защитников Отечества Советов ветеранов Северного округа, председатель Совета ветеранов городского округа, уловленя Невский Александр Витальевич, мальцев Виталий Васильевич. Витальевич, хорошее округа, министерårноеgen gefoundерство Инания Второго округа, шум Хам, фашистский полчищ, хорошее, 기대э�ную Виталий Васильевич, Виталий Васильевич, к const Institute of Week Совета ветеранов Северного округа, в War of War 2, Волонтёры Москвы. Поклонимся. Слёзы. Слёзы душа. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие наши защитники. Помните. Через века, через года помните. А те, кто уже не придёт никогда. Пожалуйста, помните. Объявляется минуга молчания. Оз intimate. Оз Дорогие ветераны, И от всего сердца желаю вам бодрости, духа, солнечного тепла, благополучия, долгих лет жизни. Спасибо вам за Москву. Спасибо за победу. А сейчас я предлагаю сделать общую фотографию. Прошу вас, пройдите сюда.